Добрый день, уважаемые жители Республики Сахай-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике остается напряженной. На настоящий момент на территории Республики, по данным управления Роспотребнадзора, зарегистрировано 102 новых случаев коронавирусной инфекции. В городе Якутске таких случаев 62, увеличилось количество случаев в Мегино-Кангаласском улусе и идет на улучшение ситуации, я прошу прощения, увеличилось количество случаев в Амгинском улусе, и идет на улучшение ситуации в Мегино-Кангаласском улусах. Необходимо обратить внимание на достаточно осложненные ситуации в Вилюйском улусе, в котором зарегистрировано 5 случаев, по 3 случая выявлено в Горном, Чуропчинском, Хангаласском улусах. Кобейский, Нюрнгринский усть, Алданские улусы выявлено по 2 случая, в Алданском, Мирнинском и Намском улусе по 1 случаю. В целом за сутки проведено было 792 исследования на новых коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии на территории республики было проведено 1120,693 тысячи тестов. На настоящий момент основной задачей органов государственной власти, органов местного самоправления является вакцинация на территории республики Саха и Акутя. В целом уже на территорию республики поступило порядка 198 454 тысяч вакцин. Вакцины против коронавирусной инфекции на территории республики есть всех трех видов. Первую вакцинацию получили 167 683 человека, вторую вакцину 111 350 человек. Использовано на настоящий момент 84,6% от общего объема вакцины, поступившей в республику. Лидерами по вакцинации среди улусов республики ежесуточным лидером является город Якутск, исходя из общего количества проведенных анализов. Вторым является Алёкминский район. Далее идут непосредственно большие промышленные районы Алданский и Неренгринский. Среди антилидеров в республике отмечаются такие улусы, у которых меньшее количество вакцинации проходит. Это Верхний Вилюйский улус. И, соответственно, на настоящий момент только что закончилось заседание с главами муниципальных образований, руководителями оперативных штабов, на котором были поставлены задачи об увеличении количества вакцинированных граждан, особенно сейчас, в наш летний период. На начале летнего периода очень важно сегодня решить вопросы по вакцинации. Наиболее сложным вопросом у нас сегодня является вопрос, прежде всего, все-таки еще раз особого внимания к вакцинации семей беременных женщин, так как мы имеем очень тяжелые случаи, законченные в том числе летальным исходом, в связи с чем еще раз обращаем ваше внимание на необходимость вакцинации, проживающих с беременными и находящимся в контакте с беременными сотрудниками, работниками, те, кто проживает в одной семье, членами семьи, так как эта группа лиц на настоящий момент находится в зоне риска. Количество тяжелых больных у нас непосредственно на койках стационарных наших сегодня действительно очень большое, поэтому еще раз обращаем внимание на необходимость создания подушки безопасности. Спасибо.